Привет, желтоглазая подруга! Ты наелась? Ну, теперь и я могу, правильно? Вот, что у меня на завтрак? Умлет с цветной капустой. Это мы сделаем. Сейчас. Вот так вот. Далее. Половинка огурчика и 1 четвертая авокадо. Далее. Сыр. Знаете, что мне не нравится в этом сыре, который я брала в Азии? Что он одной частью темнеет. Не знаю, ем. Не знаю, чем я рискую. Ну, в общем, ем. Вдруг, если влоги резко прекратятся, знайте, это был сыр. Вот. И чай с жасмином. Вот. Мне сказали, что это не совсем жасмин. Ну, не знаю. Ну, он ароматным пахнет жасмином. Я надеюсь, что это тоже наш с вами не последний влог. И ложка меда. Ну, и, конечно, свеча. Юрсковская свеча, которой хватает ненадолго, но их в баню больше брать не буду. Вопрос, что делает здесь эта салфетка. Вот. Так что мне приятного аппетита. Всем, кто за столом, тоже приятного аппетита. Пусть пища идет нам на здоровье, приносит огромную пользу и величайшее удовольствие. Ну, а я сейчас позавтракаю. У меня есть время. Вот. Как раз сейчас здесь минут восьмого. Нормально завтракаю. Есть время смонтировать видео. А потом... А потом... А потом... А потом я ездила. Небо. Видите, какое пасмурное. Похолодало у нас, вы знаете. 13 градусов показывает термометр. И три капли. Вот. Восемь. Восьми пока еще нет. Ну, вот видите, уже вот... Уже на каплю. Ну, на восемь утра, на девять утра. И, по-моему, на десять утра показывает три капли, если я не путаю. А я думаю, дай-ка пройдусь. Вчера не поливала цветы. Но, смотрю, видите, вот оно все влажное. Я же прям целыми баклажками выливаю, да? Оно все влажное. Ну, я дождик пережду. Потому что растюшки после дождика вообще пить очень хотят, как правило. Вот. А потом я... А потом я пролью. Ой, мусор у меня сколько. Видите, вот это все белое. Это все белое. Это же у нас пухон. У меня весь дорик белый. И грязь полна, мусора полна. Вот остатки мне нужно будет посрезать. Жасмина. Давайте можно уже срезать, сорвать. Вот. А этот еще раскроется. Ну, и все, все, что у меня вот было. Спасибо, Жасмин, для меня. Очень порадовал. Ну, вот не знаю. Надо уточнить, действительно ли он питьевой или не питьевой. Не знаю. Обхаживаю территорию. Так, эти у меня тянутся цветочки. Эта, ночная красавица, тянется. Все такое, знаете, в дождике. Красивое, видите? А если бы я сейчас еще и подсветку включила, вообще бы красиво смотрелось. Вот, я включила. Посмотрите. Картина маслом, правда? Ну, что, упрямишься? Ну, ладно. Я терпеливая. Все нормально. Все живет. Просто все вот такое мусорное, видите? Вот оно все вот такое вот мусорное. Ну, и-то кто у нас тут такой пришел? Это ж кто у нас такой пришел-то тут? Жук майский. Дворик опять надо убирать. Ну, уже получается, что не сегодня, конечно. Ой, мои. Ой, моя герань. Здесь прям взрыв. Слушайте, вот белая герань, вы знаете, что интересно? Она вот такая прям абсолютная, взрывная. У нее, посмотрите, сколько цветов. Посмотрите, вот эта белая герань. И та, которая у меня там, тоже вот эта вот белая, да? Она тоже шариками-шариками. А вот другие цвета, ну, какие-то такие ленивые. Вот они, они так лениво в своей цветочке. Это наша невестушка. Вот она. Красавица моя. Ой, ты же моя красивая. Ой, не могу с каждым днем. Все белее и белее. Вот, смотрите, видите? Они такие очень ленивые. Ну, вот дал такой шарик. Ну, вот это еще более-менее. А вот эти, они вообще какие-то, они кудрявые цветы. И они, вот, смотрите, ощущение, что полностью не раскрываются. Вот что-то они мне не очень. Ну, белые, это прям вот взрыв-взрыв. Видите, сколько бутонов выдают они. Ой, птички поют, вы поняли? Давайте я вам покажу. Тут у нас зреевок соседский, беспонтовый. Вот, видите? Весь будет здесь у меня во дворе. Мне предложили срезать ветки. Во-первых, я не смогу сама, это надо кого-то звать. Во-вторых, это мне нужно самому соседу сказать. В-третьих, просто не хочу ничего ему говорить. У меня белье. Висит. Буду снимать сейчас белье. Вышло, чтобы белье снять, не думаю, заодно. Пройдусь. О, как ветки колышутся. Ну, пусть все устаканится, пусть станет потеплее. Уже, по идее, скоро. Но и после этих холодов уже все у нас будет такое стабильное тепло. Нужно нам с вами по потолкам пройтись. Надо нам с вами промыть кондиционер, вот этот вот короб. Да? Ну, в шкафчиках пошуршим. Расхламлять там нечего, потому что у меня там все, что нужно. А вот пройтись, убраться, да. Да, стены обметем. Я все собираюсь, собираюсь. Духовой шкаф мы с вами мыли, мы молодцы. Вообще мы с вами молодцы. Мы все делаем вовремя. Все, ладно, я снимаю белье. Все, белье как не бывало. Знаете, что хочу сказать? Вот сейчас, пока снимала белье, ощущения было не совершенно весеннего сезона, абсолютно нет. Вот это не май, а это сентябрь. И сентябрь такой уже глубокий, когда становится прохладно. И вот этот первый такой конкретный весенний дождик, пасмурность вот эта небесная. Именно осенний, точнее, я хотела сказать. Что сказала, не знаю. Но вот у меня сейчас, не знаю, либо осень на душе, хотя вряд ли. Либо действительно погода навевает. Вообще погода такая, брррр. Все. Это когда я с вами вышла поговорить, а ей же все надо. Ей все надо. Как так? Как так? Я должна посвящать время ей, а я тут это, с вами. Как так? Я, по-моему, здесь еще с вами не здоровалась. По-моему, да. Поэтому всем привет. Добро пожаловать на мой канал. Мы уже начали новый влог. Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. Меня зовут. Для вновь подписавшихся скажут, что меня зовут други Ян. Я мама, теща, бабушка, а еще я педагог. А еще я владелец Йоркшеской терьеры. Замечательный. Иди сюда. Иди сюда, мама. Иди сюда. Вот этой вот замечательной девчульки. По-кличке Николька. Ну-ка, посмотрите на это создание. Нет, вы только посмотрите. Ну, покажи свои глаза. Ну, покажи. Солнце, ну, покажи, ты такая противная. Вот. Да, о чем я? С тех пор я нахожусь в свободном плавании. Это был мой осознанный выбор, к которому я шла на самом деле три года. Я в 2020 году ушла в государственные работы и теперь просто работаю на себя. На жизнь, слава богу, хватает. Свою деятельность я частную зарегистрировала. Я оформила самозанятость, так что плачу налоги и сплю спокойно. Мне хорошо. Вот. Сейчас занимаюсь вот оформлением ютубовской деятельности. Никак этот момент как-то у меня не заканчивается. Ничего не могу с этим поделать. Я очень часто вам об этом говорю, потому что это Марокко. Знала бы, блин, что с этим придется столкнуться и столько будет много вопросов. Не знаю. Ладно, упустим этот момент. Я к вам вышла. Помните, мы с вами покупали вместе вот этого красивого такого цвета рубаху. Вайкики. Я хочу показать вам ее размеры. Нет, она тогда мне была свободна. Но она бы у меня была тогда свободна не настолько, понимаете, как она свободна мне сейчас. А к чему я это? Ну, во-первых, у нас периодически с вами заходит тема того, как я похудела. А мне задавали вопрос. Да, мне, кстати, задали вопрос. Буквально вчера, по-моему, пришел этот комментарий. А что вас сподвигло сесть на ПП? Сподвигло сесть на ПП меня. То, что мой организм мне стал уже кричать, что ему тяжело. Моим ногам тяжело носить тот вес, который они носят. Я уже стала понимать, что так как у меня по наследству и есть диабетики. И понятное дело, что меня это не минует. Тем более, что у меня инсулинорезистентность. И мама моя страдала суставами. Я просто себе в один момент сказала ругие стоп. Ты же видела? Я никогда не видела, как страдал мой папа. Такого не было. Но он периодически старался вести здоровый образ жизни. Но как бы это все сводилось только к тому, что он выходил утром в парк на пробежку. Ну и все. И приходил домой, потом очень хорошо ел. Потому что моя мама очень любила готовить. Она очень любила откармливать своего мужа. Она вообще любила откармливать свою семью. У нее это хорошо получалось. Ты хочешь со мной поговорить на ручках? Ну иди. Какие проблемы? Посиди вместе со мной. Вот. У нее это замечательно получалось. У меня папа был полный. У меня брат был полный. Я стала расползаться во все стороны. Пока я себе не сказала ругие. Стоп. Нельзя. Тебе тяжело подниматься по лестнице. У тебя одышка. Есть определенные проблемы. Ну зачем ты так торопишься постареть? Ты все равно постареешь. Дай Бог. Дай Бог я увижу свою глубокую старость. В здравом уме. Пусть все части моего тела работают. И все будет хорошо. И все органы работают. Ну хотелось бы конечно. Не знаем что нам уготовлено. Но хотелось бы. И поэтому я себе сказала в этот момент. Хватит. Давай так. Один раз я сделала попытку похудеть. У меня действительно получилось. Но я тогда отказалась напрочь от всего мучного и сладкого. И у меня через 4 месяца произошел срыв. Хотя я держалась хорошо. Но я поняла для себя, что срыв у тебя произошел. Потому что ты конкретно себе во всем отказала. Нельзя так. Делай это постепенно. И я сейчас, несмотря на то, что меня парафинит, за то, что я себе позволяю сладкое. Я себе позволяю для того, чтобы не было срывов. Мой организм к этому режиму уже привык. Он привык к моему режиму питания. Он привык к тому времени, когда я поглощаю пищу. То есть завтрак, перекус, обед, ужин. У нас уже все устаканено. И вот в 11.00, исключительно в 11.00 я себе позволяю сладкое. Нет, конечно, бывает и такое, что с девочками выехали куда-то. Допустим, там чай попили с чем-то, мороженое поели. У детей я была, предположим, вечером даже. Что-то сладкое поел. Но это не превращается в каждодневную плохую привычку. То есть я от этой привычки отошла, слава богу. У меня нет уже вот этой дурацкой привычки постоянно в течение дня есть сладкое, есть мучное. Раньше, конечно, это было ужасно. Когда я прогуливаюсь с Николькой и прохожу мимо пекарни, ну, у нас есть магазинчики, да, где продается выпечка, и они там же пекут, просто очень бывает сложно. Я глотываю такую слюну, мне так хочется эту булочку. Но я себе говорю, так, окей, спокойно. Ты сейчас придешь домой, ты заваришь себе кофейку, ты что-нибудь себе позволишь, такое не сильно страшное кофе, да, маленькое, это не будет булка, ну, это будет что-то такое маленькое. Оно у тебя дома есть самое главное. Вот если бы не было бы, ты бы зашла и купила бы даже ту же самую булку. Я позволяю себе. Я не хочу себе ни в чем отказывать. Потому что, ну, как бы, как бы потом будет обидно, что ты во всем себе отказывал. Ну, просто в меру. Я уменьшила тарелки свои, то есть объем еды. Я стараюсь думать над тем, что я ем. И еще, и еще, да, и еще был такой вопрос, вот сейчас тоже он, нет, не то вчера, не то сегодня, я уже не помню. Уважаемые другие, расскажите, пожалуйста, про свой рацион питания. Хотя бы коротко, особенно ужин, больная тема. Мой рацион питания, смотрите, это утром. Я очень стараюсь есть именно яйцо, потому что яйцо, это все-таки белок, который реально насыщает организм. Вы можете это яйцо съесть в отварном виде, это еще лучше, наверное, в святку, ну, лучше, наверное, не знаю, и на завтрак, и на обед, и на ужин, и все будет просто замечательно. Просто вокруг этого яйца складывайте что-то, что-то еще, там, для разнообразия. Конечно, обязательно это должны быть овощи. Вы тоже видите, как много овощей я покупаю. Один момент я сидела прямо на очень большой такой корзине овощной, сейчас я тоже поубавила, сказала, что, ну, как бы, моя поджелудочная, она, слава богу, ведет себя хорошо, ну, потому что я ей помогаю. Ну, перебарщивать тоже не надо, с клетчаткой для поджелудочной не очень хорошо. Вы знаете, за это время я собрала и свою печень, у меня ушли отеки, да, у меня и ушел отек с поджелудочной. То есть я сама уменьшаюсь, я выгоняю из себя лишнюю жидкость, у меня уходит, я забыла, вот эта жировая наслойка, прослойка, да, которая вот и на печени, и на желудочной, все это уменьшается. Вы знаете, все, на самом деле, в наших руках, мы можем помочь своему организму. Я вам должна сказать большее, если мы вообще действительно уйдем от сахара и от мучного, наш организм будет нам так благодарен. Просто у нас вот эта вот сидит зараза тут внутри, да, которая не дает, вот это вот у меня, с кофе обязательно я что-то сладкое должна. Я люблю кофе, но я кофе просто так пить не могу, я должна что-то сладкое. И вот поэтому есть у меня такой момент в дне, когда я с этим моментом начинаю вообще жить, это мой кофе-тайм. И это для меня философия, я вам тоже говорила, это свеча, это джаз, иногда общение с вами, и мне хорошо. На обед, на обед что-то мясное, я без мяса не могу, я не советую. Что мясное? Это в последнее время мясо я телятина употребляю очень редко, в основном это курочка, филе, я делаю какие-нибудь блюда, да, они у меня тоже есть на канале, я всем этим с вами делюсь. Плюс к тому же рыбу очень часто, я сама рыба и рыбу очень люблю, я отварную, и могу суп рыбный, и запекать, и шашлычок бы я с удовольствием, конечно, тоже, если бы сама могла, делала бы, честное слово, очень часто. Вот, а на вечер, на вечер это салат, тоже вам показываю эти салаты. Все, вот у меня получается 4 раза я питаюсь, у меня в 7 утра завтрак, в 11 утра у меня кофе-тайм, в 2 часа у меня обед, и где-то к 6 часам я стараюсь поужинать. Не всегда получается, но если не получается поужинать, то уже все, это, конечно, караул. Я могу просто уже, когда я заканчиваю работу в 9 вечера, я могу просто достать огурец, его съесть, чтобы, ну, огурец мне урон не нанесет на самом деле никакой, один огурчик, зато я запомню желудок и спокойненько иду спать. Было такое время, когда я не могла спать с пустым желудком, оно все приходит со временем, привычки хорошие отрабатываются, и я спокойно совершенно могу пойти лечить голодное, то есть я не умираю. Наоборот, сон бывает очень здоровый, хороший, и я просыпаюсь утром, выспавшись как младенец, и утром у меня нет ни отеков, а вот если я на вечер поем, не дай бог, фрукту, или я поем, допустим, творожок, или я позволю себе чего-то лишнего, я утром просыпаюсь вот с такой вот рякой, мне на себя смотреть неприятно. Я понимаю, у меня и тело такое бывает, знаете, опухшее, я понимаю, что это, это, то неправильное действие, которое я совершила над своим организмом, вот и все. Вот, и хочу показать вам, что я, мне когда пишут, да ничего бы не похудели, я бы в тело, посмотрите мои ролики полугодичной давности, и просто сравните. Можете даже еще и летний, вот, потому что летом я ходила, такая пышечка ходила, сейчас у меня совсем другие объемы, сейчас я совсем другую. Ну, я сначала с 81 килограмма похудела до 74, держалась очень долго на 74 килограммах, сейчас я с 74 килограммов спустилась до 66, ну, стабильно, то есть у меня 65,5-66, вот так вот. Вот я сейчас стабильно на этом весе. Организм перестал сбрасывать, потому что он сейчас адаптировался и понимает, мне сейчас в этом состоянии хорошо, нормально, все, больше не надо, в смысле, больше набирать не надо. Я держу свой организм, он привык к тому, как я питаюсь, по всей видимости, эта масса тела ему комфортна, наверное, я не знаю, я так думаю. Вот мы так и живем в своем организме, стараемся жить в гармонии, очень стараемся. Я прислушиваюсь к нему, и он не обижает, старается не обижать меня, ну, позволять мне где-то иногда лишнее. Вот так. Продолжаем? Встретимся с вами где-то там. Дальше. О, как все пробило. Аж под соснами пробило. Видите, какой дождик у нас? Ой, хороший. У меня вот здесь вот уже протекает, ой, вам так не видно. Вот, видите, вот. Там, наверное, опять у меня накопился мусор. Надо мне вызывать, чтобы чистили этот козырек. Ну, скажи, мне же это, знаете, да, помимо природы, кто еще помогает? Вот, и смотрите, какая макрота. Нет, грязно, слушайте, ну, очень много мусора, да. Потом будем с вами убирать. Ну, 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 конечно, я вам должна сказать, что работы у меня здесь будет немало. Ужас. Вы знаете, что еще, да, вчера у нас, например, зашкаливали магнитные бури. У нас это вообще, да, чтобы вы были в курсе. И, честно говоря, впервые у меня была такая реакция на магнитные бури. Вы знаете, у меня такое помутнение было. Я в какой-то момент во время работы поняла, что я сейчас не соображаю, что мне прям дурно-дурно. И я реально, я не могла не думать вообще никак. И я вдруг чувствую, что у меня такое состояние, что я не могу работать. Я даже хотела отменить некоторых учеников, но потом просто себя так собрала, взяла в руки, сказала, так, ну, я нам сейчас никак нельзя расслабляться. Но состояние вчера было, конечно, не стояние. А сегодня какой-то дождик. Чего и завтра дождик. И холодно. Холодно. Ну, пусть мои цветочки душик получат. Очень хорошо. А то я все никак этот шланг не куплю. Забываю. Надо написать сейчас, мне там есть же свои задачи. Ой, ты опять здесь? Бося, ты хочешь, да, за мной? Солнце. Я ее сегодня не выпустила. Не прогулялась с ней. Не выпустила на улицу. Она сегодня все дела делает дома. Прости, Николь, потому что там все очень мокро. Не надо. Мы дома с тобой играться будем. Ладно, мы и так с ней поигрались. Сейчас я буду заваривать себе кофеек. Вот половина одиннадцатого. А мне уже так хочется кофе. Ну, прям, ну, очень хочется кофе. Я заварю себе кофеечек. С чем мы его с вами заварим, а? С чем будем заваривать кофе? Я, наверное, без вас заварю. Ой, я хочу с этим, с ванилькой. Заварю с ванилькой. А это, красавица, главное дело. Знаете, как стережет меня. Она же понимает, я сейчас завариваю кофе. У нее уже срабатывает рефлекс. Если я завариваю кофе, значит, кое-что ее ждет. И она в ожидании прекрасных моментов в своей жизни. Таких животных моментов. Гастрономических. Потому что, в общем-то, у животных, как и у людей, да, рефлексы, помимо инстинктов, конечно же, еще и рефлексы. Но условные и безусловные. Вот у нее выработался такой рефлекс. Если я, конечно, правильно выражаюсь, не знаю, я правильно выражаюсь или нет. Ой, газа мало, смотрите как. Что значит погода у нас вот сейчас такая. А это всегда так, знаете, бакум, бакум. Это так, это когда плохая погода, понижение напряжения света и напор газа. Вот такой вот. Ну ничего, я за это время успею попить водички. Кстати, я забыла. Я забыла. Ой. Ванильку просто начинаешь стрясать, она уже такой аромат дает. Дает обалденный. Вот эта вот ванилька очень хорошая. Я, по-моему, из Турции ее везла. Или я здесь где-то покупала. Я уж, честно говоря, не помню. Но ваниль, прям ваниль. У меня вот есть еще вот столичку. Вот здесь вот. Выпечку хорошо. Так, сейчас попьем с вами водички. И выберем, что с кофе, да? Что мы с вами погрызем в кофе? Сейчас. Помните, я мыла семечки и арахис, и потом в духовке запекала, да? Семечки я, если что, грухала. Вот это у меня осталось от арахиса. Арахис сейчас немножко погрызу. Так, чтобы не переборщить, я сюда чуть-чуть на тарелочку положу. Я вот так вот жменьку беру и... Ну, вот так вот. Чтобы не переборщивать. Но вот так вот, чтобы не переборщивать, так каждый день, почти каждый день. Ну, я, наверное, дня два не притрагивалась к нему. Но почти каждый день я, конечно, себе позволяю жменьку. Вот семечки я так убила. Что у нас еще с вами есть? Смотрите, подождите, тут у нас есть печеньки. Нет, печеньки не хочу. Здесь у нас есть вот это вот, Ляшкино, кокосовые. Вы знаете, они что-то мне не зашли. У меня тут кто-то спрашивал в комментариях. Вот эти печеньки вкусные, которые с клюквой. Но печенье не могу есть, слушайте, к нему к зубам прилипают. Такое дискомфортное состояние. Эти печенье по текстуре кокосовые, хорошие, приятные. Но, подождите, а то сейчас кофе у меня заваривается. А у меня вода. Вот, по текстуре приятный. На вкус они какие-то вот, честно говоря, я не поняла. Ну, нет, есть, конечно, буду. То есть... Все еще есть у нас вот этот вот зефир, прошель. Это наши с вами хлебцы. Пока есть, видите. Потихонечку с вами кушаем. Сейчас будем думать, что же мы будем такое кофе употреблять. Если что, то у меня еще осталась одна вафелька. Вот, кусочек. Кусочек у меня марципана. И тут ванильный сырочек. И вот этот вот... Что мы с вами покушаем, а? Все пооткрывала. Знаете, не хочу каждый день повторяться, поэтому открываю и ем каждый день что-то. Подождите, сейчас наш кофе убежит с вами. Нам это нельзя позволять. Вот, честным словом, вот когда есть выбор, не знаешь, из чего выбрать. Знаете, что хочу? Я вот думаю, может быть, ванильку попробуем? Ой, не ванильку, ну скажите. Это зефир ванильный. У нас кофе ванильный, зефир ванильный. Это вот у нее такие колбаски. Что тогда вальсировать? Она блестящая. Игрушку твою нужно постирать. Да, она сначала вот так играется. Смотрите, вот так. Смотрите. Чего? Ну, жуй свое добро. Вот с этими колбасками она почему-то так. Я вообще ей больше не буду покупать. Она... У нее какие-то странные игры сначала. С этими сосисками. Сосичи это у нее. Вот. А я... Знаете как? Я... Вот я такая. Я сначала всем вынесу мозг. А с чем попить кофе? А что делать? А как делать? А потом просто, понимаете, я еще покажу массу вариантов, да. А потом просто возьму ее и использую резервный. Решила добить вафельку эту медовую. На самом деле, немножко во вкус не въехала, честно вам скажу. Марципан очень понравился. Я периодически, правда, конечно, за такую маленькую конфетку 6... Там с чем? 6,70 было, да? За маленькую конфетку 6,70. Как бы рука в карман не лезет. Ну, иногда можно себе позволить. Не знаю, повторю ли я вот эти вот медовые вафельки, понятия не имею. Ну, в общем, вафелька, кусочек маленький, марципан у меня остался. Его добью. И вот немножко арахиса погрызу. И кофе у меня со сливками. Вот. Сейчас буду кое-что... Кое-что мне нужно поработать. Вот. Моя работа. И плюс, посмотрите, сколько человек у меня здесь скопилось. Я сейчас их буду сканировать. Вот. Знаете, когда вспоминаю, что нужно чеки просканировать? Когда мне приходят жировки, ну, задолженность по оплате, да, то есть нужно там заплатить. Я вспоминаю, что мне нужно быстро просканировать, потому что я в основном из-за этих денег потом расплачиваюсь за коммуналку. Вот. Свеча эта не успела догореть. Посмотрите, сколько продукт застает. Я вам каждый раз это показываю. У меня куча была здесь, помните? Я эту просто кучу выбросила к черту. Я вообще эти свечи все дожгу, и больше я их покупать там не буду. И вам не советую. Все. Не рекомендую покупать свечи вот эти маленькие вьюзки. Большие свечи ничего так. А маленькие... А маленькие вот эти вот не надо покупать. Вы пожалеете. Они просто не догорают до конца. Продукта остается очень много. А фитиль у них... Ерунда, ерунда полная. Вот. Сколько я уже сожгла их за такое короткое время. Ну что, привет, бардак. Как-нибудь до тебя тоже доберемся. Тихо-тихо. Не надо все сразу. Не надо себе давать возможность и отдыхать, в конце концов. Мы же с вами работаем. А если мы работаем, то... Знаете, маленький беспорядок нам прощается. Честное слово. Нам, работающим, точно прощается. Я считаю, что и неработающим женщинам он, конечно, прощается. Потому что это только кажется, что если женщина не работает, то она бездельница. Ничего подобного. Мне кажется, что неработающих женщин работает больше, чем и работающих. Подумаю. Ну вот. Очередное ненадежное создание. Пытается усилить мощь своего пламени. Да, я уже не помню. Говорила я, не говорила. Что мне приятного кофебития. Если не говорила, то скажу. И вам, если вы сейчас замечательно релаксируете, расслабляетесь, отдыхаете, то приятного времяпровождения. Спасибо.